Чемпионат Европы по самбу среди юношей, юниоров и взрослых был по-настоящему зрелищным и соревновательным турниром, в котором за четыре дня в сфере спорта зажглось много новых звезд. Ребята из автономии достойно выступили и привезли. Дарья Влаг – бронзу, Александр Неду – серебро. Василий Киряков боролся неплохо, но не поднялся на пьедестал почета, отметил тренер Петр Куром. Задачи, которые были поставлены перед этим ребятом, они практически выполнены, хотя Вася Киряков немножко не справился с ситуацией, которая предстояла ему выступать в 64 килограмма, если бы он был 71, я думаю, что у него был бы тоже успех хороший. Но уже Даша говорила, она отборолась в весовой категории 59 килограмм и провела три схватки. За выход в финал она уступила испанке. Я считаю, что это ее провал в некоторой степени, потому что испанку можно было пройти. Были лучшие спортсмены у нее когда-то на соревнованиях. Она ее забрала с ними быстрее, чем с испанкой. Не нашла ключ к победе. Бронзовый придер Европы Дарья Влах отметила, что соревнования были сложными, но она схватка за схватку уверенно шла к победе. Но ей не хватило силы, чтобы одолеть более опытного соперника и пробиться в лидеры. Дарья Влах трехкратный бронзовый придер Европы. Начинать Европу по самбо я уже не первый раз. Они пришли довольно тяжело для меня. У меня было три встречи. Первая была с Израилем, вторая была с немкой и третья была с гречанкой. Было тяжело, но я постаралась. Сборная Молдова выступила очень хорошо. Она заняла второе место среди девушек и очень хорошо постаралась. В целом сборная Молдова выступила на чемпионате Европы на высоком уровне и принесла в копилку страну медали всех достоинств, отметил Петр Куром. На чемпионате Европы по самбо среди юношей сборная Молдавии команда была на втором месте. Даже кубок получила команда. Мы первый день выиграли 10 медалей. Одну золотую, 3 серебряных и 6 бронзовых медалей. На второй день мы выиграли еще 2 серебряных и 1 бронзу. Это всего молдавская команда выиграла 13 медалей. И поехали всего 17 человек. Я считаю, что очень большой успех. Это говорит о том, что у нас резервы хорошие. Чтобы воспитать достойных спортсменов, нужны профессиональные кадры. А когда еще тренеры являются действующими спортсменами, это двойной стимул и пример для воспитанников. За последние два месяца Петр Куру принял участие в двух чемпионатах Европы и мира по дюдо, которые проходили в Греции, в городе Ираклион и в Польше, в городе Краков. Он завоевал титул чемпиона Европы и стал бронзовым призером мира. Как отметил Петр Куру, для него не главная медаль, а то, что он может еще бороться, встречаться с теми, с кем на ковре соперничает. А самое главное – это эмоции и здоровый дух. Европу под дюдо выиграл. Это было в начале сентября. Это было в Греции, провел там четыре схватки, все выиграл. Он стал чемпионом. А буквально в начале сентября, это был конец августа, а сейчас в начале сентября, я был на чемпионате мира под дюдо в Польше, в Кракове. Там тоже провел три схватки. За выход в финал выступил боснист. Боснист хороший, он неоднократный чемпион. Я ничего не говорю, но остальные схватки я за третье место и за предварительную схватку я выиграл за одну за 10 секунд, за вторую за 15 секунд. Но боснист хороший, достоин соперник. Я думаю, что будем готовиться дальше, будем работать. Ребята сейчас усиленно готовятся к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в Ереване в середине октября. Синейда Канцер, Григорий Ставилов, ГРТ Новости.